Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Беалладха. Вы знаете, мы живем в обществе, которое поощряет нас думать, как бы сделать хорошую карьеру, но никто не учит нас развивать внутреннюю свою жизнь. Многие из нас не способны об этом даже говорить. В этой недельной главе Беалладха, это и есть одна из главных тем. До сих пор мы видели Машарабейну таким, как он был со стороны. Чудотворец, там, великий человек, с Богом разговаривает. Но в этой недельной главе есть и другой Маше, одинокий человек, который столкнулся с непониманием. У него произошел нервный срыв. Он обращается к Богу после того, как ему сказали, мы помним рыбу, которую ели в Египте. Вот эта неблагодарность переполнила чашу терпения Маше, и он говорит, зачем ты сделал рабу твоему, обращаясь к Богу. Бог, кстати, с пониманием отнесся к этому разговору, что тоже имеет смысл подумать. Именно в этом месте Тора делает грандиозные важности заявления. Сразу, как только он говорит, зачем ты сделал зло, работай ему, тут же говорится, а этот человек Маше очень смиренный. Самый смиренный из всех людей на Земле. Вот несколько слов о смирении я хочу сказать. Именно поэтому нам становится ясно, что такое смирение. Это не самоуничижение. Лучше всего сформулировано было таким образом. Смирение не в том, чтобы думать о себе, я человек маленький, а в том, чтобы вообще поменьше думать о себе. Подлинное смирение означает, что ты перестаешь якать. Неподдельно смиренный человек печется о других, о Боге, о принципах, но никак не о себе. Однажды об одном великом религиозном лидере сказали, этот человек относится к Богу так серьезно, что никогда не испытывал потребности относиться хоть как-нибудь серьезно к себе. Вот это вот важная вещь. Был такой раби Яханан, он сказал, всякий раз, когда ты находишь в Писании упоминание о могуществе Бога, ты тут же найдешь, что там написано о его смирении. Величие это ничто иное, как смирение. Такова оно в глазах Бога и тех, кто старается ходить его путями. Смирение это источник душевной силы. Ведь если ты не думаешь о себе, тебя не могут уязвить критика или какие-то слова плохие в твой адрес. Хулители целятся в какую-то мишень, а этой мишени нет. В главе Биатлахана, основе сцены жизни Маше, нам объясняют, что иногда мы приходим к смирению только после чего? После сильнейшего психологического кризиса. После жизненного кризиса. Страдания ломают уютный вот такой вот кокон нашего я. И объясняют нам, что главное не забота о себе, а наша роль в замысле более грандиозном, чем мы сами. Человек это еще часть громадного замысла. Кризисы, неудачи, утраты, душевные боли. Все это может сломать, а может перестать заставить нас думать о себе и больше думать о других. Надо сменить роль хозяина жизни на служение. Чтобы ранимость твоего вот этого я заменилась на простое вот то, что мы называем смирение. Напоминающее тебе, что ты не центр вселенной. Напротив, служишь какому-то высшему порядку. Это не хуже, это не уменьшение человека, наоборот. Вот. Каббала говорит, что те, кто имеет смирение, открытые для восприятия вещей, более грандиозных, чем они сами. А те, кому смирение не достает, нет. Поэтому те, кто не, как бы, те, вот заметьте, люди, которые такие, знаете, вот не достают смирения, они заставляют окружающих чувствовать, что ты ничтожество, этим живут. А люди, вот то, что мы называем смиренные, вселяют в себя чувство, что ты духовно растешь. И вот их смирение вдохновляет других на величие. Вот о таком величии и шла речь, когда мы говорим о Маширабейну. Я вчера разговаривал с некоторыми людьми, они там сейчас боятся рожать, потому что такая ситуация, то и материальные трудности, и ситуация в мире. И вот был один бедный хасид, глава большой семьи, он обратился к рабе Хайму Мардыхаю из Надворной и попросил благословения на средство к существованию. К его удивлению, царик ему дал благословение на еще одного ребенка. Хасид не понимал, почему Рэбе дает такое благословение, когда он жалуется на трудности зарабатывания уже с теми, что есть. Через год у него родился сын, а потом у него поменялась материальная ситуация. И вот рабе Хайму Мардыхаю объяснил своим последователям. В небесах я увидел, что этому хасиду не полагается благословение на богатство, как и многим людям. Эту проблему можно решить только одним способом. Благословить его еще на одного ребенка. Ведь известно, что каждый ребенок рождается со своим куском хлеба. Так написано. Тинок бой векикорой бейядов. Так, по-моему, да? То есть, дословно, младенец приходит с буханкой хлеба в руке. Это Талмуд, глава трактат не дал. Это откроет ворота удачи, подарит ему обильные благословения во всем и богатстве. Один бог, вообще, обратить внимание, имеет право говорить «я». Земля слишком мала для того, чтобы вместить два «я», сказали наши мудрецы. Знаете, я короткую мастью расскажу. Один человек попал в корабль Беликрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он был единственным, оставшийся в живых. И молился все время, что бог спас его. Вот, вымотался через неделю уже совсем плохо. И вот он решил построить себе шалаш из досок. Выбросил на берег после кораблекрушения. Но, вернувшись на берег, после поиска пищи, он увидел, что его шалаш обед пламенем. Дым столбом поднимался к небу, все горит. Самое ужасное, что вместе с шалашом сгорели все оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживаться, он в отчаянии, в небе. «Боже, как ты мог со мной так поступить?» На следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль подошел к острову, чтобы его спасти. «А как вы узнали, что я здесь?» – спросил человек матроса. «Мы увидели просто, что ты разжег дымовой сигнал», – сказали они. А человеку казалось, что это несчастье. Брахавы от слоха, чтобы нам всегда, то, что нам иногда, не дай бог, кажется плохим, чтобы оно всегда поворачивалось на хорошего. Хорошего дня и хорошей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!